Здравствуйте уважаемые друзья. В тот момент пока российские спортсмены и их руководители спорят о целесообразности поездки на Олимпиаду и не могут прийти к общему знаменателю, сами организаторы соревнований шокируют мировую спортивную общественность очередными провалами. Ирина Виннер тем временем пребывает в недоумении от нового решения Международного Олимпийского комитета, которое по масштабности, сопоставимо с критериями для нейтральных спортсменов, а может и превосходит его по степени абсурдности. Данным решением Томас Бах по всей видимости решил окончательно стереть оставшиеся границы разумности, а многие известные люди нашей родины не смогли остаться в стороне и не дать свой ответ главе МОК. Об этом решении и многих других новостях в нашем сегодняшнем обзоре. Ну а чтобы больше людей узнало об этом и мы в свою очередь также смогли повлиять на ситуацию, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. В реку Сену на которой должна пройти часть соревнований Олимпийских игр 2024 года, по причине поломки системно-насосной станции, попало около 50 миллионов литров сточных вод, сообщают зарубежные СМИ. По информации Сеньюз, загрязнение реки продолжалось на протяжении нескольких недель в мае. Поломка трех насосов была выявлена на станции в департаменте Ивлин к западу от Парижа. И только сейчас ситуацию смогли взять под контроль. При этом отмечается, что концентрация болезнетворных фекальных бактерий в реке и до этого инцидента превышала норму в два раза. А насколько сейчас превышает, трудно даже представить. Ранее глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах, президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальга и исполнительный директор МОК Христоф Дюби заявляли, что готовы искупаться сеней перед стартом летней Олимпиады в Париже. Тем временем президент Российской Федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал, что не будет смотреть Олимпийские игры. Мне неинтересно смотреть Олимпиаду, где нет российских спортсменов. Это индивидуальное дело каждого. Есть люди, которые живут спортом и следят за всеми событиями. У меня достаточно плотный график и много других дел, и вообще я против участия российских спортсменов в этой Олимпиаде, сказал Дружинин. Президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Виннер, пребывает в недоумении от нового решения МОК и Томаса Баха, которая сопоставима с критериями созданными для нейтральных спортсменов. Она поделилась мнением об удалении из правил элементов, которые носят имена российских спортсменов. Напомним, стало известно, что из правил нового Олимпийского цикла были убраны элементы Зарины Гизиковой, два баланса и одно вращение. Баланс Ольги Капрановой и вращение Дарьи Трубниковой. Также из списка убрали вращение Алии Гараевой. Убрали интересные элементы наших великих спортсменок, они все делали интересные вещи, но сейчас это удалили. Якобы медицинская комиссия говорит, что это опасно для здоровья. А прыгать на бревне и боксировать женщинам, по их мнению, не опасно. Художественную гимнастику нивелируют, ее могут даже убрать из олимпийской программы. Это беспредел, они переходят все границы, для них их собственные принципы ничего не значат, сказала Ирина Виннер. Согласны ли вы с мнением Ирины Виннер, и что вы думаете по этому поводу, поделитесь вашими экспертными мнениями в комментариях.